Привет! Меня зовут Несси Кабуник, и я из города Гютасло. Люди мне это в апреле этого года в сердце, и я не знал, почему. Я тогда был в городе Бейлен, когда я знал, что Михаэль Шагас пришла сюда. Я узнала, что я не знал, что я не знал. И потом, когда я узнала, что я не знал, что я не знал. Я смотрела на страничке в городе Белиня, и там показалось, что будет школа Михаил Шагас, школа Еноха. И я сначала посмотрела, но я вообще-то не планировала, но Дух Святой мне сказал, обязательно написать дату, когда состоится школа Еноха. И он мне сказал, что ты обязательно пойдешь на это мероприятие, и я тебя туда поведу, и ты попадешь туда, хотя школа регистрации уже была закрыта. И там ты получишь все твои ответы, потому что Иисус планирует что-то с тобой, кое-что. И Иисус ждет тебя. Во мне было очень много борьбы, я была растерянная, и я молилась. И когда было точно, ясно, установлено, что Михаил Шагас приедет сюда, начались эти духовные борьбы, духовные битвы. И для меня это было непросто. И Дух Святой очень тихо ко мне говорит, что все будет хорошо, и все равно, что будет, я тебя приведу туда. И Дух Святой сказал мне, ты не бойся, потому что я тебя приведу туда, когда будет время. И точно так оно и произошло. Когда я пришла сюда, я уже на парковке чувствовала присутствие Божье. И я не выдерживала это не потому, что это так хорошо и прекрасно, а потому... Потому что я боялась того, что случится и что Иисус приготовил для меня. И когда я вошла, я знала, что мне надо сидеть сзади. Потому что это сила, она была такая мощная. И когда я села... И Дух Святой и Ангелы начали работать надо мной от головы до подошвы ног. И вы должны знать, что я была очень слабой в этот момент. Вот эта духовная война, которая была в моей голове, в моем разуме. И вот эта телесная битва, которая происходила внутри меня. Потому что я противостояла. Потому что она не хотела, чтобы я была здесь. И было так, когда я сидела... Будто я была прикована как бы на магните, как магнитом была прикована к стулу. И будто облако меня помазывало. И это было очень приятно. Это было очень приятно. Я хотела, что я вдруг упаду со стула и опозорюсь. Потому что... Потому что... Я сказал... Нет, Господи, это ты мне не можешь сделать. И я говорила... Дух Святой, ты не можешь сделать это так, чтобы я тут лежала рядом со стулом. И... Это было все время. Все время... И все время постоянно это продолжалось. И это не звучало. И оно продолжалось и... И это было так, что как будто от помазания это вырастало в такое электричество и будто Господь что-то в меня вкладывал. И когда Михаил взывал и говорил насчет Канады... Я была очень шокирована в первую очередь. Я... Предыстория насчет Канады следующая. Я еще до моего крещения, водного крещения, я уже знала, что я перееду в Канаду, что я там буду жить и работать. Но я не знала и не понимала, почему. И после моего водного крещения я подавала резюме. Но не в Канаду, как мне говорил Дух Святой. Я была непослушная, а давала резюме здесь. И уже проходили годы и я пыталась подготовить моего сына на этот переезд в Канаду. И я в Духе видела, как я работаю в Канаде. И я не спрашивала. Я думала, что... Я спросила Иисуса, что такое, потому что я вообще не понимала ситуацию. И Дух Святой говорил мне, ты получишь в свое правильное время, ты получишь все твои ответы. Но твоя работа в Канаде. Твоя жизнь в Канаде. И тебе даже не надо здесь обосноваться, потому что не здесь твоя жизнь. Дух Святой говорил мне, что ты получишь ответы. И я их получила. И для меня это было так необыкновенно, и я не думала, что я имеюсь в виду, когда Михаил Шагас говорил. Я вообще не могла себе представить, что он имеет меня в виду. Когда Михаил Шагас наступил, что это кто-то из Канады. Когда Михаил Шагас позвал и сказал, что тут есть какой-то человек, который призван быть в Канаде. И в этот момент я думала, что это не я, это не про меня. Но Дух Святой говорит, что это про тебя. И я не хотела вставать. И все оборачивались ко мне. А я говорю, что я не выйду. И Дух Святой говорит, что ты пойдешь. И тогда я встала. И когда я была впереди. И когда Михаил Шагас мне это подтвердил, и пророческое слово дал. Тогда я опять подумала, что я что-то делаю неправильно. Это опять не про меня. Но тут я почувствовала очень мощную силу. И я не могла ее выдержать. И когда он сказал Торонто, тогда для меня это было точно и ясно. Это про меня. И я только видела себя, как я легла на пол. Вы сомневались о этом? Или там какие-то проблемы были возможны? Да, и до сих пор еще есть. Но очень важно, чтобы вы понимали, что это Бог. Но это очень важно, чтобы я понял, что Бог этот замен в себя. Я слышал два места. Я слышал два места. Я слышал два места. Первая была Торонто. Первый место Торонто. Иисус вложил в меня миссию. Что я буду приготовлена в Торонто. И как раз поэтому. со мной совпало, когда он сказал Торонто. Я была умерла. В тот момент я просто была мощная, которая меня держала. Потому что я не хотела это. Потому что я не хотела это. Потому что я не хотела это. Я умерла против меня. И потом я ловила на землю. Я сопротивлялась. Я сопротивлялась этому. И вот эта сила, когда высвободилось слово про Торонто. Эта сила, она просто положила меня на пол. Я благодарю Бога Иисуса за то, что Он со мной планирует. То, как Он меня будет готовить и как Он меня будет использовать. Потому что мне вчера и сегодня стало ясно. Что Иисус будет использовать меня. Я не знаю для чего. Но я точно знаю, что это будет очень велико. Я понимаю. Это очевидно. Меня также очевидно. Я замечаю. Я точно знаю. Я сегодня получила точность и ясность. Я сейчас могу ясно видеть. Я могу понять. Я могу все, как и диамант, который сломали, все видеть. и как отточенный бриллиант шлифованный бриллиант я могу так видеть и вот как раз это то что я получила и манса талон во имя борисов и сапкима езас потрат а на лет мое упование всегда было на иисусе я уже всегда доверяла иисусу но сейчас я просто сдаюсь я просто падаю и говорю делай вот я я просто следую за тобой